Иван пробок, который моет пол. Я не знаю, где Он моет пол. Везде моет пол. Понимаете? Можно быть счастливым просто от того, что мы моем пол. Ну как это объяснить? Это не приносит нам никаких денег. Это не приносит нам никакого возвышенного положения в обществе. Ничего. Мы просто моем пол. И преданные счастливы. Преданные счастливы. А кто еще может прислать? Вы не стесняетесь. Ну посмотрите друг на друга. Ну вот скажите, какое же качество того, кто рядом сидит, вас больше всего удивляет? Позитивно удивляет. Читахарий щедрый очень человек. Очень щедрый. Он просто прибежал и думает, как бы водички мне дать. Спасибо вам большое. Читахарий прабуки. Да. Мы таким образом просто проставляем тех, кто рядом. Мы таким образом строим отношения. Мы можем... Более того, я вам скажу. Мы всегда найдем что-то плохое. Ну наша природа такая, что мы всегда ищем из-за нашей зависти, нашего соперничества, нашего просто корыстности какой-то. Мы можем всегда найти в ком-то каком-то что-то плохое, что-то негативное, что-то то, что нас может быть как-то раздражает или не нравится нам. Но если мы будем на каждого смотреть с позитивной стороны, искать хорошее, вот искать хорошее. Духовная жизнь заключается в том, чтобы искать хорошее, позитивное и прославлять это. И на основании этих хороших качеств строить отношения с этим преданным. А то, что может быть он еще не исправил или не понял, что это то, что мешает ему в духовной жизни. Мы просто заботясь об этом преданным, рано или поздно он осознает это. Хочу рассказать вам одну историю. Она произошла очень давно, так сказать. Ну достаточно давно. Это произошло у нас дома. Я тогда еще жил не в семье. Я жил один. И по милости вражего Павла Прабу, это очень удивительный преданный, который кто-то из вас его знает, кто-то нет. Но так или иначе он живет в Киеве. И он очень удивительный преданный. И он попросил, чтобы я принял к себе на ночлег одного брамана. Вамшивату Прабу. Это удивительный предан. Он житого мира сам. Но он очень много лет уже на сегодняшний день живет в Моем Буре. И вот это желание послужить, оно иногда бывает основано на неправильных мотивах. Иногда мы так хотим послужить, что мы не видим, чего же хочет человек. Что же ему нужно на самом-то деле. Понимаете? То есть поэтому мы должны быть очень внимательны к потребностям и к желаниям того, кому мы хотим послужить. Например, если нас просят принести стакан воды, а мы приносим стакан молока. Мы послужили? Мы послужили. Мы даже думаем, что мы даже еще лучше послужили. Мы же молоко принесли. Но человек просто хотел воды. Он примет. Если это предан, он поблагодарит. Если это просто даже человек не поблагодарит. Потому что мы что-то сделали. Но для нас нужно очень по-настоящему учиться служить другим. И служить таким образом, как это требует ситуации, требует человека. И когда он приехал ко мне, это было после Джанма, что у меня это было уже поздно ночью. Допустим, где-то в час ночи мы приехали. И я как бы, знаете, вот это ложное желание, так сказать, смиренно послужить. И я начал бегать вокруг него. Я ему и полотенце, я ему и тапочки, я ему и то, и третье, и десятое. И знаете, он когда уже заходил в ванную, он так встал, говорит, спасибо большое. Спасибо. Мне ничего не нужно. Все хорошо. И знаете, я как бы, у меня все есть, вы уже все дали, все нормально. И я в тот момент, я просто понял, что иногда вот это желание послужить, оно перерастает, как в панацею. Мы просто уже, мы просто нападаем уже на человека. Мы его уже, мы его уже заслужили, мы его не то, что послужили, мы его уже заслужили своим служением. Понимаете? Поэтому это тоже недопустимо. Мы должны быть очень внимательны. Мы должны быть чувствительны, искренни, очень наблюдательны для того, чтобы послужить кому-то. И такие вот преданные, как Мшивата, они учат нас. Поэтому очень дорого общения с такими очнавами. И я очень благодарен всем преданным, которые пришли сюда сегодня. Я очень благодарен тем преданным, которые организовывают такие вот собрания, такие программы. Они вкладывают силы, они вкладывают свое здоровье, свое время, свои какие-то материальные возможности. Но успех в жизни нашей возможен тогда, когда мы все, что у нас есть, в буквальном смысле, задействуем служение Господу. Если у нас есть семья, и она требует заботы, и она требует условий проживания, мы должны постараться сделать это. Если мы заняты в каком-то служении, в храме, или в какой-то программе, мы также стараемся очень искренне, со всей ответственностью выполнить это служение для того, чтобы были довольны преданным. Вот сегодня будет Харинама. Скажите, кто пойдет на Харинаму? А кто не пойдет? Вы подумайте еще. Может, не пойдете сами? Мы вместе. Это будет намного счастливее, намного радостнее. Мы будем вместе. Просто петь Святое Имя в виде жителей этого прекрасного города. Это так здорово. Господь Шейтайни говорил, что единственное, что в нас есть, это воспевание Святого Имя. Это воспевание Святого Имя. Потому что Святое Имя дает силы, дает силы на преданное служение. И преданное служение дает силы на воспевание Святого Имя. Вот загадка. Загадка такой духовной практики. Это на самом деле очень искренне должны сходить из сердца. Очень искренне. Три часа. Я не знаю, как дальше. Может, вопросы или один, два, да? Я еще буквально скажу. Я еще раз поблагодарю каждого из вас, кто пришел сегодня на эту программу. Я хочу, чтобы каждый из вас ощутил, что он нужен. Что он нужен всем тем, кто здесь находится. Что каждый из вас может найти что-то для себя в этой духовной практике. Какое-то служение. Какое-то занятие, которое сделает счастливым хотя бы одного преданного в этой большой семье. Хотя бы одного преданного. И это будет успех в жизни. Это будет настоящий успех в жизни. Я прошу каждого из вас, не проходите мимо друг друга. Спросите, как дела. Спросите, почему кто-то не пришел, может быть, раз или два. Может, у него случилась какая-то беда. Может, он был чем-то занят. Может, у него были трудности. Или он просто болел. Позвоните друг другу. Не забывайте, потому что время пройдет. Но если мы вот это будем терять, отношения друг с другом терять, то их очень тяжело восстанавливать. Очень тяжело возвращаться в то время, когда у нас была эта возможность. Мы должны жить здесь и сейчас. Нельзя жить в прошлом. И нельзя надеяться на будущее. Нужно жить уже здесь, уже сейчас. Уже с теми, кто рядом с нами. Уже с теми, кто приходит, может быть, в первый раз. Уже с теми, с кем мы можем так или иначе служить Господу. В том или ином служении. Мы должны позаботиться. Господь заботится о каждом из вас. Через того, кто рядом. Через того, кто рядом. Я так понимаю, вопросов нет. Может быть, кто-то первый раз пришел. Или может быть, у кого-то какой-то один вопрос. Если я эту пробу позволит, мы ответим. Постараемся. Нет вопросов. Спасибо, дорогие премиии. Спасибо. Спасибо.